Заключительное в текущем году заседание Законодательного собрания Приморья прошло в правительстве края. На территории Приморского края расширен перечень льготных категорий граждан, которым положены меры поддержки для газификации индивидуальных жилых домов. Правки в краевой закон представила зампред правительства Приморского края Анастасия Худченко. Это расширение предусматривает включение в право на льготу таких категорий, как участники специальной военной операции, члены семьи участника специальной военной операции и семьи, имеющие в своем составе участников специальной военной операции, а также включить семьи, имеющие детей инвалидов. Вот всего по сведениям Центра социальной поддержки населения Приморского края на ноябрь 2023 года у нас в Приморье 68 таких семей зарегистрировано. В проекте бюджета Приморского края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предусмотрено 50 миллионов и 0,05 миллиона рублей на предоставление данной меры поддержки. Правки в краевой закон были приняты сразу в трех чтениях. Также зампредправительство представило законопроект, позволяющий получить миллион на погашение ипотечного кредита семьям, в которых родится третий ребенок или последующие дети в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025. В течение 2023 года мы предоставляли поддержку в размере 550 тысяч рублей, а 450 тысяч рублей до миллиона доплачивались из федерального бюджета в соответствии с федеральным законом, который прекращает свое действие 31 декабря 2023 года. Мы предлагаем принять закон Приморского края, который сохранит эту меру. Вы знаете, что демографическая ситуация у нас остается сложной. Такая мера поддержки для семей, родивших третьего и последующего детей, она показывает свою эффективность и популярность, она находит поддержку. И мы предлагаем сохранить эту меру в размере миллиона рублей за счет средств краевого бюджета на период 2024-2025 год. Законопроект был принят законодательным собранием сразу в трех чтениях.